Из-за длительного демократического отката в Грузии Швеция прекращает прямое сотрудничество с властями страны. Стокгольм оставляет за собой лишь финансирование проектов общественных организаций. Министр внешней торговли и международного сотрудничества в сфере развития Бен Ямендуза сказал, Швеция готова пересмотреть свое решение, если Грузия изменит политический курс. Но пока у власти находится пророссийская партия «Грузинская мечта», это маловероятно. «Речь идет, среди прочего, о сотрудничестве между налоговыми органами, что мы считаем неуместным в нынешних обстоятельствах. Если дальше выяснится, что Грузия серьезно воспринимает свое движение в ЕС и ценит отношения с Евросоюзом, двери Швеции открыты». Бен Ямендуза, министр по международному сотрудничеству в сфере развития Швеции. В комментарии изданию Дагенс Ниэтер. После отчета международных наблюдателей о массовых нарушениях на выборах в Грузии Оттава заявила о пересмотре отношений с Тбилиси. В канадском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость проведения тщательного расследования случаев фальсификации, подкупа и запугивания избирателей. Честные и независимые выборы являются основой демократического общества, и их подрыв ставит под сомнение легитимность политической системы. Канада обеспокоена широко распространенными актами запугивания избирателей, скупкой голосов и другими нарушениями в день выборов, о которых сообщили Бюро по Демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и другие беспристрастные наблюдатели. Это должно быть расследовано и устранено. В координации с нашими партнерами по G7 и в Европе, а также в свете проведения и результатов этих выборов, Канада пересмотрит свои отношения с руководством Грузии. Из заявления на сайте Министерства иностранных дел Канады. Другие страны, особенно США, страны Евросоюза, большинство, пока никто не признал. И что важно, что у них всех, наверное, будет сейчас требование, чтобы провести расследование, как все это произошло. И как получилось, что на некоторых участках 133% у населения голосовало и более 100% отдая голоса с грузинской мечтой. В Вашингтоне предупредили о последствиях, если правительство Грузии не сменит политический курс. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер напомнил, интеграция в ЕС и НАТО закреплена в Конституции страны, а подобные фальсификации на выборах не имеют ничего общего с демократическими ценностями. Правительство Грузии может вернуться на демократическую и евроатлантическую траекторию, соблюдая верховенство закона, устраняя недостатки избирательного процесса, отзывая и отменяя антидемократическое законодательство, а также прилагая значительные усилия по выполнению рекомендаций по реформированию системы вступления в ЕС. В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление деятельности грузинского правительства не изменится. После неоднократных призывов США, НАТО и ЕС провести расследование о нарушении на выборах в Грузии, Центральная избирательная комиссия объявила о пересчете бюллетеней на пяти участках в каждом избирательном округе. По данным Центра избиркома, окружные комиссии с помощью жеребьевки уже определили участки, где будут пересчитывать бюллетени. Впрочем, в Евросоюзе уже сомневаются, что Грузия вернется на проевропейский курс, заявил президент Литвы Гитанос Науседа. Никита Скоблико для телеканала Freedom.